Доброе утро! Сегодня второй день, когда я снимаю влоги для вас. Я сейчас выкладываю свой первый влог на канал, и вроде бы я всё успеваю. Успеваю монтировать, успеваю снимать, и мне это даже нравится. А сегодня я иду бегать, и я поняла, что не нужно строить грандиозных планов на день, когда у тебя вообще нет планов, потому что вчера я построила себе такую цель сходить в кино и встретиться с Дашей, но так как было 1 января, то я не сходила в кино, не встретилась с Дашей, и тем более скоро на Петербург обрушатся морозы. Поэтому, да, нужно успеть всё сделать до этих морозов. Осталось совсем чуть-чуть, и я иду завтракать. Я уже сходила в душ, я чувствую себя настоящим человеком, и я такая красная, потому что я только что вышла из душа, и я бегала. Не то чтобы сказать «там мороз», но есть разница между тем, что бегать летом и бегать зимой. Мы только что с мамой обсуждали тему красоты и стереотипов, и мама мне сказала такую фразу, что она в детстве была не очень красивая, и что сейчас она выросла, и как бы из гадкого утёнка она превратилась в лебедя. И она говорит «тебя ждёт та же участь». И я такая «о-о-о, у меня есть надежда, спасибо, слава богу». Хотя я не понимаю, почему слово «сочетание» «слава богу» я употребляю как междуметие. Я не хочу задеть чувства верующих, так что прошу прощения. А сейчас я хочу порезать ананас и... да, и собираться. Куда собираться, я не знаю, но я уверена, что скоро у меня появятся планы. Я уже пообедала, хотя обедом это вряд ли можно назвать, я ела только ананас. Тем не менее, я не понимаю, какого цвета у меня глаза, потому что родилась я с зелёными, но иногда они могут уходить в карии, а иногда быть голубыми. Это очень странно. Напишите в комментариях, какого цвета у вас глаза, потому что я знаю, что только 2% людей на этой земле имеют зелёные глаза. Мне будет очень интересно почитать, какого цвета у вас глаза, потому что это довольно животрепещущая тема, и на неё готова я разговаривать довольно долго. Я поняла, что я могу узнавать время года по солнцу, когда снимает человек, потому что вчера я смотрела очень много роликов на ютюбе, что странно, потому что за последние полгода я перестала ютюб вообще смотреть. Так вот, я смотрела ролики, и я вижу, что если человек снимает от окна, то, например, я такая, вау, здесь такое крутое освещение, наверное, это снято летом. Я смотрю, открываю, когда было вложено это видео, 13 июля, и я такая, уху! А солнце летом, оно более жёлтое, что ли, а солнце зимой его практически нет. Субтитры делал DimaTorzok весь кинотеатр на фильм «Пассажиры». Я ничего не знаю об этом фильме, но Стас в Москве мне что-то говорил. И я обожаю торговые центры, где есть супермаркеты, потому что это очень удобно. Если ты хочешь что-то купить, если ты сейчас на правильном питании, то ты просто можешь пуститься, купить себе банан, воду или какие-то вкусности, а не покупать всё в каких-то странных и очень дорогих, как это называется, футкурт, наверное. Ну, где попорно за 400 рублей? Сейчас 8.20 и в сеанс 8.50 мы приехали пораньше купить билеты, потому что там настолько большой зал, потому что я ходила в последний раз в кинотеатры очень давно. Ну, месяца три назад точно. И я не знала, что наши кинотеатры имеют там 18 рядов. То, что я беру с собой в кинотеатр, активия со злаками и с пудницей и земляникой. Хотя я не люблю с добавками, но не знаю, почему-то сегодня мне захотелось. Обычное пью, самое обычное внутреннее. Я читаю, с места 18, проходите, пожалуйста, при окончании. Обычно в банках там пишут от 13, а на 9 до 21... Я такая красная, потому что я шла по улице, это очевидно. У меня уже спят родители, сейчас час ночи. Я не прихожу так домой каждый день, честно. Просто после того, как мы пошли в кино, мы пошли в гости, и мы поели. Я поела картошки, потому что за весь день я мало чего съела. Я знаю, что вам интересно слушать то, что я ем. Я вообще не понимаю, что вам интересно. Потому что когда аудитория была там 30 тысяч, всем смотрели и всем нравилась там моя повседневная жизнь. Сейчас я просто понимаю, чтобы 100 тысячам человек нравилась моя повседневная жизнь, нужно летать на ракете каждый день и показывать это. И то это скоро надоест. В общем, я не знаю. Я снимаю то, что... Я снимаю мою жизнь. Я не хочу, чтобы... Я не хочу, чтобы у меня была какая-то наигранность в видео. Первый января я сидела дома, и это был скучный влог, потому что я сидела дома. Сегодня я пошла в кино. Я не уверена, что сегодня был интересный день, но, опять же, это моя жизнь. Поэтому я сейчас пошла в душ. Вышел Шерлок, и мне кажется, сегодня будет бессонная ночь. Хотя Шерлок вышел вчера, но я не хотела его смотреть, потому что, ну, что, во-первых, там была реклама. Ну, понимаете, не все любят рекламу, и я в том числе. И, во-вторых, я не хотела смотреть его по телевизору. Лучше я там на проекторе посмотрю или на ноутбуке дома. Да. Поэтому, скорее всего, я буду монтировать этот влог. И мы с вами увидимся завтра. Точнее, сегодня. Только через пару-тройку часов, когда я буду спать. И у меня такие синяки под глазами. Это просто ужас. Да. Спасибо большое за просмотр. Извините. Хотя я не должна извиняться за свою повседневную жизнь. И я не должна извиняться за свою челку и за свои щеки, потому что это моя челка и мои щеки. И я начала находить комментарии. И, конечно, очень мало. Но там один-два человека есть, которые написали, Лиза, ты перестала меня вдохновлять из-за того, что у тебя появилась челка. И в такие моменты я просто хочу биться головой об стол, об пол. И мне кажется, я скоро это буду делать. Потому что если вы ищете вдохновение в челке человека, в прическе, в глазах, бровях, ушах или носу, то мне вас не то чтобы жаль, но внешность — это то, что дала нам природу. Поэтому с такими мыслями я заканчиваю сегодняшний влог. И спасибо большое за просмотр. Мы с вами увидимся через несколько часов. Я вас очень сильно люблю. И да. Пока!